Музыка 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 Здесь довольно большое количество журналистов, которые многие годы писали и исследовали эту тему. И сегодня мы представляем такую выставку, я бы назвал это выставка «Анонс». Ее название как «Живые». И в целом мы хотели сконцентрироваться не на множестве версий произошедшего, которых сейчас, по-моему, если мне не изменяет память, более 500. Мы хотели сконцентрироваться вокруг биографии участников похода и вокруг исторического контекста, то есть истории Свердловска 1959 года и истории Турку-Баупи и в целом туристического движения Урала. Мы победили все рекорды. И правда, такой особый день. Да, 366-й, эзотерический день, эзотерическая тема. Мы немножечко отходим, как сказал Сергей Владимирович, от 300-летия, переходим к празднуем 90-летие Свердловской области, но все равно сдаемся верной себе. То есть мы не расследуем детектив, мы не расследуем сами события, не уроемся в огромном количестве версий. Мы правда изучаем, как и обычно, истории людей, живших и живущих в Екатеринбурге. Одним словом, как музей истории, и как музей истории мы продолжаем их собирать и хранить вечно. Во-первых, лично знал многих ребят, во-вторых, человеку, который многие годы уделял внимание исследованию этой истории, и, если так можно, опять же выразить, наверное, некорректное слово, но популяризацию, по крайней мере, рассказыванию этой истории и, значит, тех событий, от которых нас уже отделяют практически 65 лет. Петр Иванович, прошу вас. Здравствуйте. Для многих из вас дятловцы – это абстрактные люди, а для меня это друзья. Вся жизнь, конечно, посвящена нам вот этой трагедии, которую я до сих пор не могу просто без боли при влече говорить. Ну, я собрался с мыслями и готов ответить на любые вопросы. Но начну с того, что я, для меня дятлов – это человек не просто абстрактной личности, я с ним провел несколько походов в высшей категории сложности. В частности, я был в походах и вместе с Людой Любининой, и с Колей Тибобриньёль, в один вообще почти со всеми. Ну, короче, у меня есть погибшие девятки, я с шестью из них был в походах в высшей категории сложности, даже по два раза. Еще слово нашего выходит, Алексей Колькин. Вот если вы обратите внимание, да, висит такой круг. В первую очередь, наверное, я могу выразить, что я могу выразить, что я могу выразить, что я могу выразить. И всей команде музея для меня это было несколько, ну, новый этап. Вот, когда я пришел, говорю, Евгеньевичу предложил провести такую евгейную экспозицию, а осталось так, а мы, ну, как-то все получилось. А потом получилось, что и по концепции у нас очень такие схожие были мысли. Вот, эту... Ну, я знаю, что это в битве делало много людей, всем им большое спасибо. Вот, это первое, что я хочу рассказать. Второе. Вот, глядя на эту выставку, я о чем вспоминаю? Что, вот, давно-давно появилась первая птица на птицах, да? Появилась, потом вторая, третья, потом появилось много статей, книг, журналов, фильмов, вот так много. Потом, допустим, появилась первая птица на птицах, и сейчас это проводят уже все люди, ездят на сникоходах, перевезли летом, перевезли в Комптон и по всякому. И вот это, я очень надеюсь, что это первая серьезная, очень профессиональная выставка, я очень надеюсь, что на небо сведения с Игорем Кеевичем у нас есть определенные планы, я очень надеюсь, что мы их реализуем. Они впервые показывают о том, что они действительно существуют, и какую-то работу, у нас специально есть литрина с этими методами, это прежние документы, связанные с походом. Это часть какого-то летательного аппарата, который найден на перевале Дятла. Также очень интересно отобить тематику о том, как на самом деле формировался большой миф, наш Швердловский большой миф, одна из самых важных городских историй, как начиналась его библиография. У нас представлена одна из первых книг художественного плана Юрия Яровова, о котором, как художественное произведение, рассказывать впервые об этом. Но самая начальная точка – это, конечно, 1989 год, когда Алексей Александрович Коскин публиковал в «Московских новостях» одну из первых публикаций, связанных с Перемалом Дятлом, и начался ВАУ. У нас представлен специальный такой куб, где представлена малая часть книг, которые нам на выставку фонд группы Дятл предоставил. Ну, не малая, скажем так, наверное, все-таки большая часть, но все равно что-то сюда даже не вошло. До сих пор выпускаются, выпускаются фильмы, книги, и это, я так понимаю, только начало этого точно наша большая история. Она, конечно, не закончится, и никакой версии окончательной не будет. Но вот для меня, наверное, самым главным артефактом, так как я большой фанат фильма «Инокентия с Шереметом», так, 1997 года получается, вот эти кальки, которые переводил Алексей Александрович Коскин из «Уголовного дела» 1959 года, и которые вошли в фильмы, и потом стали распространяться бешеным ритмом по различным форумам. И вот эти все картинки исследовать темы знают очень хорошо. Это как такой очень важный исторический мем. Для меня это вот долго отвозилось в памяти вот эти все картинки, которые присутствовали в этом фильме, и потом распространялись в сети интернета. Такая отправная точка библиографии по теме «Перевала Дятлова». Вот, очень важная такая картинка. Это как-то связано со снегом на перевале, или это не относится? Ну, это художественное решение. Могли бы подыграть, сказать «Да, это снег». Нет, ну, давайте подыграем. Да, конечно, это связано так. Меня тоже очень сильно поразило. Я не турист. Мне очень тяжело говорить о погодных и природных условиях, например, «Перевала Дятлова». Но я видел несколько видео февральских последних. Страшная совершенно метель, страшные погодные условия. Это то, с чем ребята там столкнулись, безусловно. Сейчас то же самое все. Очень многие диванные критики рассуждают на данную тематику, даже не в хотя бы половину экстремальных условиях при определенной температуре. Дополнительное видеонаблюдение, установленные дополнительные сигнализации. Не в том плане, что мы бы призывали кого-то испытать нашей системой безопасности, значит, на прочность, но то, что нам по силам сделать для сохранения этих, безусловно, ценных предметов, мы предприняли. Субтитры создавал DimaTorzok какие-то еще там вот это. Там вот они вот там вот в закточке показывают фильм. Я бы вот, я человек старый жен, но я бы вот экран бы сделал и там кинопроекторы поставил, они там неинтересны. Вот нам вот современный подход. Что так-то много людей здесь. То есть, внимание общественное вас порадовало? Да, что так много людей, которые этой темой интересуются, и вот люди пришли сюда. И эта тема, она, по-моему, на века. Вы тоже заметили, да, что молодежи очень много? То есть, действительно, нахуй интерес большой. Хорошо. А вот сама концепция выставки, насколько вы бы оценили? Я еще не могу ничего сказать, потому что, вот как вам отвечал и другим, я еще подойду и буду смотреть. Вот внешне кажется, что тут очень хорошо все представлено. Вот так вдоль стенок пройти это. Я даже вижу отдельные картины, они все мне знакомы, безусловно. И поэтому очень спасибо организаторам этой выставки, потому что они сделали очень доброе, полезное и важное дело в памяти. Группа как раз сейчас практически точно 65 лет назад, произошедшая гибель этой группы. Андрей, ты, поскольку в основном стоишь по другую сторону камеры, но все-таки тема перевала тебе близка, понятно. Ты там и как турист, и как исследователь, ты там бывал. Что ты думаешь вот про сегодняшнее событие? Каково оно для тебя в твоих глазах? Речь про музей памяти группы Диатвова. Вот сегодняшняя экспозиция. Да, идет давным-давно. И вот это здорово на самом деле, что вот этот первый шаг сделан. Я не знаю, в каком виде, наверное, этот музей будет в будущем, но вот мы сегодня видим, как это, в принципе, может быть. И это, ну не знаю, это здорово, это невозможно переоценить. Представляешь, в Экинбурге есть теперь место, ну, по крайней мере, вот пока выставка действует, не знаю, сколько она может действовать, куда могут приехать люди, не знаю, из любого города, из России или мира. И перевал далеко, добраться трудно. Куда можно было бы сходить? Ну вот, ходили на кладбище, да, вспоминали дятловцев. Приезжали, естественно, в фонд памяти группы Диатвова, в квартиру покойного, к сожалению, ныне Юрия Константиновича Кунцевича. Но это все равно как-то вот такой немножко между собойчик. А вот, ну это действительно профессиональная выставка, настоящее музейное пространство. И вот каким-то таким образом, наверное, и должен, был бы или будет организован музей памяти группы Диатвова. Поэтому то, что сегодня здесь... Постоянно. Да, постоянно. То, что здесь сегодня мы это наблюдаем, это первый очень важный шаг, это здорово, что он состоялся. Ну, а чтобы, допустим, вот похвалил много интересного, много современного, может быть, что-то есть, чтобы ты бы добавил? Ты здесь походил, ты уже здесь сейчас находишься, ну, как и все мы. Какая-то есть фишка, которую можно было бы добавить? Вот твоя фантазия, что подсказывает? Мне кажется, ну, тут сейчас как раз выступали представители музея, да, говорили о том, что вот у них не было цели погружаться вот как-то в версии, в споры, в разбор того, что произошло, да, в разбор вот аварий, да, как на зарядке трагедии, в которой произошла на переводе Диатвова. Но для исследователей эта тема все равно всегда присутствует, всегда об этом идут споры, ломаются копии, да, и, не знаю, ну, я бы, наверное, здесь сделал палатку. Вот макет палатки. А вот стерилизованная палатка, ты считаешь, это, ну, не то, да? Мне кажется, я бы сделал палатку, так можно было бы подойти, чтобы, не знаю, чтобы колышек был, чтобы фонарь, ну, вот как на перевале, да, чтобы фонарь лишь на одном из колев, и чтобы люди могли, ну, порезать и увидеть, не знаю, пощупать, наверное, будет нельзя. Вот я как бы тут вмешаюсь, не могу не вмешаться, потому что я уже слышал вот то, что, допустим, Алексей Койскин рассказывал в кулуарах, да, значит, все-таки здесь концепция музея в том заключается, что отойти от стандартных, да, подходов к освещению и сделать что-то новое. То есть вот новое, да, таком модернизм они сделали. А вот эти вот идеи, понимаешь, палатку поставить, это уже, по мнению музея истории Екатеринбурга, это уже, ну, вчерашний день. Так что, извини, друг мой, но ты динозавр. Субтитры создавал DimaTorzok